Калининград Памятная монета Российская памятная монета 10 рублей номиналом 2005 года выпуска На которой написано Древние города России Калининград Тут же не написано Древние русские города Да, Калининград древний город И он сейчас находится на территории России Другое дело, конечно, он дебильно называется Но это же не вопросы Создателем монет Зато это повод узнать еще Об одном моменте истории Благодаря которому город Теперь который находится в составе Российской Федерации Был когда-то сердцем немецкой государственности Как же это произошло? А начнем мы с 1410 года Да-да Ну кто? Сразу быстро вспомнит Что произошло 15 июля того года Ну, вот и Вот нет Вот да, вот и Ну, что, что? Слышу Слышу правильные ответы Да, Гренвальдская битва Решающее сражение в войне Союза Польши и Литвы Против Тевтонского ордена Не буду подробно останавливаться На самой битве Об этом много написано Сняты фильмы Да и вообще-то надо отдельное видео По всему этому чуду делать Отмечу несколько фактов Только Забавно, что Примерно в начале Второй-третьей битвы Началось отступление Войск Великого Княжества Литовского Так вот, русские и польские Историки считают Это отступление бегством А литовские и белорусские Историки считают Что это была тактическая улока Потому что в итоге Вот это отступление И помогло разбить Преследующие силы Крестоносцев В общем, как вы понимаете Каждая страна пытается Выглядеть как можно лучше И историки этой страны Всячески стараются Именно свои войска Преподнести Главными победителями В этой великой битве Второй интересный факт Это то, что Грюнвальд Зеленый лес Знаете, как будет? Ну, какое вот вообще Вы литовское слово Точно слышали? Опять слышу правильные ответы Жальгирис Жальгирис Это зеленый лес По-литовски Так что название Баскетбольных команд Футбольных команд Идет именно Вот от Грюнвальдской битвы Хотя Грюнвальд Сейчас находится На территории Польши А не Литвы Но возвращаемся К Ленинграду 15 июля 1410 года Войска Тевтонского ордена Были разгромлены Объединенными войсками Польского королевства И Великого княжества Литовского Большинство рыцарей Было убито Или взято в плен Но, несмотря на поражение Крестоносцы Смогли выдержать Двухмесячную осаду Своей столицы Мариенбурга И понесли Минимальные территориальные Потери В результате Тарунского мира 1411 года Тем не менее Тевтонский орден Так и не смог Отправиться от поражения А финансовое бремя Репараций И жесткие Внутренние конфликты Привели к экономическому спаду Именно Гренвальдская битва Перееспределила баланс сил В Восточной Европе И позволила Речи Посполитой Стать ведущей Мировой державой Того времени В 16 веке Именно Речь Посполита Была доминирующей Военно-политической силой В регионе Но при чем тут Калининград? Мысленно спрашивает меня Пытливый зритель А при том, что Хоть Тевтонский орден И пришел в упадок Но еще продолжал существовать И через 100 лет После Гренвальдской битвы В 1511 году Великим магистром Тевтонского ордена Становится Альбрех Ранденбургский Фамилия которого была Гогенцалерн Я думаю Знатоки истории уже Примерно начинают понимать К чему я веду В те времена Суперзвездой Европы Был человек по имени Мартин И по фамилии Лютер Идеи реформации Захватывали умы правителей И Альбрех Решил, что Пора заканчивать Эту теологическую фигню Под названием Тевтонский орден Он преобразовывает Духовную власть Магистров Великого ордена В светскую И превращает Тевтонский орден В герцогство Пруссия Все это происходит В столице Тевтонского ордена На тот момент Под названием Кёнигсберг Итак, Альбрехт Бранденбургский Гогенцалерн В Кёнигсберге Объявляет О создании Герцогства Пруссия Да, тогда это была Несамостоятельная Политическая единица Герцогство Пруссия Было связано С польским королевством Вассальной присягой И глава Герцогства Вы не поверите Носил Звание Герцога Пруссии Успеваете Следить за событиями Да? Дальше Постепенно В связи Ослабление Больше Возвышалась Пруссия В 1618 году Опять проходит 100 лет К Пруссии Присоединяется Бранденбург Земля Бранденбург Ну, там Сложные Династические Терки В Бранденбурге Правила Младшая Ветвь Гогенцалернов Умирали Бывшие правители Не оставляли Наследников Поэтому происходит Это объединение Важно, что Вместе с Бранденбургом К Пруссии Присоединяется Небольшой городок Под названием Берлин Еще раз повторяю Польша постепенно Слабеет И благодаря внешним Врагам Но, по моему мнению В основном Благодаря врагам Внутренним Шляхте Которая не могла Поделить власть Которая пеклась Только о деньгах И в 1701 году Герцогство Бранденбург Пруссия Становится Королевством Пруссия Причем интересно Что к этому моменту Столица уже Была перенесена В Берлин И, по идее Королевство Должно было Называться Бранденбургским Но, так как Династия правила Все та же Гугенцалернов Который берет Своё начало Из Кёнигсберга Напоминаю То и королевство Называлось Пруссия Ну, а дальше Продолжалось Укрупнение Усиление Прусского королевства Война с Австрией За главенство В немецком мире И в 1871 году После победы Во франко-прусской войне В зеркальной галерее Версаля Была провозглашена Германская империя А её кайзером Вильгель I Кстати, зеркальная галерея Специально была выбрана Чтобы унизить французов Дальше вы всё помните Первая мировая война Вторая мировая война И по итогам Подсдамской конференции Территория Сердце Прусского герцогства Откуда, собственно И пошла Вся государственность Германской империи Откуда вышла Династия Гугенцалернов Входит в состав России Кёнигсберг Переменовывается В Калининград Всего лишь потому Что совершенно Недавно До переименования Умер всесоюзный староста Калинин Именно поэтому У него такое Странное название Калининград Ну, невозможно было Перевести Кёнигсберг на русский Потому что Кёнигсберг Это королевская гора Королевский утёс Как вы понимаете Для Советского Союза Использовать в названии Города королевство Или король Или как-то подобные Однокоренные слова Было бы странным Зато мы имеем сейчас Вот уже Не в советской России Древний исторический город Со странным названием Калининград Но Советский Союз По моему мнению Получил Калининградскую область Не для того, чтобы унизить немцев А потому что Там было 90% Залежи Мирового Запаса янтаря То есть Обычные Прагматические Экономические Причины Что очень правильно Вы победили в войне Надо получать с этого Какие-то преференции Остальная часть Пруссии Отошла Польской народной республики Таким образом Немецкая нация Лишилась Всех своих Исторических земель Собственно Откуда пошла Немецкая государственность И вот смотрите Вот он момент истории Следите внимательно 1410 год Ослабление Тевтонского ордена Приводит к Вассальной зависимости От польской короны Приводит к тому Что правитель Тевтонского ордена Ищет Те усиление Своей земли Своего народа И обращает Внимание На На суперпрогрессивные Идеи Мартина Лютера Становится Одним из первых Государств Перешедшим Протестантизм Меняет Духовную власть На светскую И в течение 200 лет Приводит герцогство Через королевство К империи И современная Германия Совершенно спокойно Относится к тому Что земли На которых ковалась Государственность Страны Сейчас принадлежат Совершенно другой Стране Ну Не знаю Это вот представьте Как будто вы переноситесь в машине времени И через сто лет узнаете Что Петербург и Москва Это заграница И там живут не русские А совершенно другие народы Там, например, в Петербурге сплошные финны А в Москве Даже, боюсь, представить латыши Но немцы Совершенно спокойно Развили свою страну Не кричат Верните нам Калининград И я абсолютно уверен Что вы не надо возвращать Это победа в войне И там живут Большинство в своем Русские Россияне Однако это не мешает Федеративной республике Германия Развивать свою экономику Развивать свою страну И быть одним из ведущих Государств мира Вот он Еще один момент истории Когда проигрыш В войне Или сражении Через много веков Приводит к империи Вы слышали Лешу Халецкого По поводу истории Всегда можно поспорить в комментариях А также Еще желающих Стать спонсорами Этих исторических выпусков Ваши предложения Пишите на имейл Который указан В описании к этому видео Спасибо, что досмотрели до конца